Друзья, всем здорово, с вами Боб, и сейчас я нахожусь на стенде Sony, они здесь прислали Xperia XZ2 и обычную и компакт версию. Я, честно говоря, не особо в восторге, пойдемте расскажу почему. Друзья, основная тема, кстати, второй Xperia, это то, что здесь появился еще регулятор вибрации, то есть вы не только регулируете громкость, но и регулируете уровень вибраций самого телефона, тем самым, слушая какую-нибудь музыку, вы, ну, прям чувствуете в руках все вот эти вибрации, ритмы, игра, идти в игры, и тоже все это ощущаете, и вот это прикольная тема. То есть вот сейчас чувак сидит, слушает музыку, и у него передаются все вибрации этого фильма, этой музыки. Точно так же открываем какую-нибудь игру, и передаются вибрации именно в играх. То есть если вы занимаетесь какой-нибудь онлайн-трансляцией, вы можете передавать не только звуки, но еще и ощущения какие-то человеку, и вот это реально круто. Так, сложно, конечно, на видео передать, но все вот эти взрывы, движения, это все передается человеку в руки телефона. Это класс. Ну и, конечно же, Sony это лидер, ну, один из лидеров в индустрии фото-видеотехники в экранах. У них отличные телевизоры, у них отличные камеры, чего стоит только одна Sony Alpha. И поэтому в их телефоны, они, конечно же, в смартфоны запихнули все самое лучшее, что связано с этим. Лучший экран, лучшая камера. Ну, передает, на самом деле, действительно классно. Вот Xperia XZ2 Compact, типа мини. Она вообще на ощупь какая-то, ну, прям совсем никакая. Толстая, ужасная. Здесь точно так же не трех с половиной млитрового разъема. Хотя это Sony Xperia. Кампанию, которая акцент на звук сделала. Конечно, у них есть куча своих каких-то беспроводных наушников, типа AirPods. Но до AirPods, мне кажется, им далеко. Несмотря на то, что даже, может быть, они, да хотя, скорее всего, они будут работать лучше, чем AirPods. Мне лично они не нравятся именно по эргономике. То есть AirPods просто вставляешь в уши, они ничем тебе не мешают. А тут нужно что-то куда-то как-то закручивать. Ну, не знаю. И везде уже стоит Android Oreo, нигде нет у Microsoft. По ценам Compact и обычная версия будут стоить так же, как и XZ1. Это где-то 25 тысяч на Compact, 35 тысяч на обычную версию. Ну, плюс-минус. Не знаю, за такие деньги, за такие деньги я бы лучше взял какой-нибудь SE. Реально, если вы рассмотрите Compact-версию, я бы взял SE. Потому что, ну, он намного лучше, намного функциональнее. Если вам не нравится iOS, куча других производителей. Той же Nokia, той же LG. У Samsung взять какой-нибудь A8, это гораздо лучше, чем эта Xperia. Тем более, здесь, блин, ну, блин, где 3,5-милитровый разъем? Ну, как так? Ну, блин, ну, почему? Жуть. Ладно, друзья, касательно обычной версии, не Compact, в принципе, она, ну, более-менее ничего. Она вся из стекла, конечно же, есть беспроводная зарядка. Но, блин, опять же, где, где, где 3,5-милитровый разъем? Это, ну, самая главная вещь, которая нужна нам и которой нам не хватает в айфонах. Я, например, готов отказаться от айфона в какой-то степени, чтобы взять какой-нибудь смартфон, типа Galaxy, и чтобы был у меня 3,5-милитровый разъем, потому что таскать Bluetooth-наушники я не всегда хочу, не хочу их заряжать. Таскать вот этот переходничок чертов я тоже не особо хочу, поэтому, блин, делает сейчас какие-то такие второстепенные смартфоны на андроиде и убирает такие, ну, важные вещи, как 3,5-милитровый разъем. Мне кажется, Sony, ну, сглупила реально с этим. Сам телефон за такую цену 35 тысяч рублей где-то он стоит, 30-35. Ну, в принципе, ничего, что есть стекло, беспроводная зарядка, опять же, биометрические данные. Конечно, по рамкам, ну, по рамкам он сильно проигрывает Samsung, сильно проигрывает даже LG. У Samsung есть A8 бюджетная модель, она даже выглядит, ну, мне кажется, лучше, чем этот. У Huawei, там, S10 тоже гораздо меньше рамки, поэтому, ну, не знаю. Единственное, в чем он выигрывает, это то, что цена немного меньше, чем тот же LG. Это, в принципе, и все. Касательно техническим характеристикам. 5,7 экран. 19 мегапикселей, у него основная камера. Ну, вполне себе, вот по камере вполне себе нормальные характеристики. Опять же, 960 FPS, это именно супер слоу-мошен, то же самое, что было у Galaxy S9. 4K пишет. 8 цифровой зум, но это ни о чем не говорит. Фронталка, 5 мегапикселей. Блин, мне кажется, уже 2 года, как, даже больше, фронталку ниже, чем 8 делать, ну, смысла особого нет. Аудио батарея, ну, 4 мегабайта, 4 гигабайта памяти. 5,4 внутренней памяти, до 400 гигов карты памяти, так же, как у Samsung, хотя у LG я видел до 2 терабайт. Ну, и, в принципе, больше ничего особенного здесь, прям, такого нету. Обалденные цветопередачи, HDR. Ну, не знаю, я не ощущаю, прям, так, вообще. Qualcomm 845. Ну, в общем, вполне себе нормальный телефон. Единственный плюс это цена, минус это рамки огромные, потому что сейчас очень много телефонов без рамок. Ну, и, конечно же, отсутствие 3,5-литрового разъема, это прям, ну, вообще беда. Все, друзья, я погнал дальше смотреть на прочие новинки мобильных технологий. Обязательно подписывайтесь на канал, следите за моими видео, было уже куча видосов с Mobile World Congress, так что обязательно их посмотрите. Всем пока.